Нет, Марина Александровна, у нас ведь заявление-то уже было. У вас заявление было в инвесторе за временем. Ну как, вот. У вас заявление было по 13-го года, по 14-й, это совершенно такое демократное заявление. Давайте посмотрим, что там у нас. Просто, как бы у нас... Это такое заявление на... Смотрите, мы же документы принесли 14-го числа в соответствии с письмом. Должна быть возобновлена регистрация. Нет, мы должны написать заявление, потом после уже этого... Если ничего такого нет, понимаете? Да, мы не должны начать делать больше. Уже лично не должны. Срок с 14-го числа, мы все нарушения устремили. Мы нарушения устремили. Документы по факту я вас приняла. Марина Александровна, смотрите, что написано. В случае устранения оснований, вызывающих приостановление государственной регистрации в срок до 03-08-го, рассмотрение документов, предоставленных для государственной регистрации, будет возобновлено. Будет возобновлено после устранения причин. Здесь нет ничего иного в данном ответе. Мы такого ничего не пишем. То есть, почему 14-го числа вы не сообщили о том, что мы должны подать какое-то дополнительное заявление? А мы ничего не сообщили? Вернее, мы говорим, что ничего не сообщили. Нет. То есть, ваш ответ ничего не значит. Вот этот вот подписанный Сабуровой ответ ничего не значит. Устранение абсолютно ничего не значит. И вы поступаете так, как вы считаете нужным. И вы ничего не обязаны были сообщать. Нарушения все устранили. Про заявление, я говорю, документы я приняла у вас по факту. Нарушения мы устранили. Нарушения устранили. У вас деятельность регистрации приостановлена до 3-го августа. Про заявление ничего не должна. Смотрите, мы нарушение устранили. Согласно ответа, вы должны были возобновить регистрацию. После того, как напишите заявление. А где это указано? Я вам говорить ничего не должна была. То есть, смотрите, то, что в письме сообщено, что вы его просто возобновите, там мне сообщено, что должны подать какие-то дополнительные документы, либо заявления. Документы были поданы, а больше вы ничего не должны. По факту приняли. Это ваша такая правовая позиция. Мы правильно поняли. Хорошо, мы вас поняли. Просто получается, что мы в понедельник уже должны завершить регистрацию. Ну, говорю, давайте смотреть, какие документы издали. Издали. Вот заявление, которое натурально заверено. То есть, вот, по смене юр-адреса и по руководителю. То есть, стерлига возлагает себя полномочия, вы возлагаете на себя полномочия. Вот протокол, согласно расписке. Письмо. Письмо об устранении. Согласно вашего ответа, письмо об устранении. Вы заявление по установленной форме должны были написать, которое я вам дала. Это вы сегодня дали. А почему вы его дали сегодня-то? Вы не знали, что нужно было дать его 14-го числа. Вот смотрите, вы не были обязаны дать его 14-го числа. А теперь вы стали обязаны его дать или как? Перед отпуском. Вот вы смотрите, вы сегодня уходите в отпуск, и вдруг стали обязаны его дать. А как? Чтобы вашу регистрацию возобновить, вы должны написать заявление. Понимаете, в чем дело? А почему вы нас об этом уведомили только вот сейчас? Мы ничего говорить не должны были. А сейчас-то зачем сказали? Чтобы регистрацию вашу рассмотреть, понимаете? Чтобы до 3-го августа, чтобы не ждать 3-го августа. А почему 14-го июня вы это не сказали? Ну, чтобы возобновить регистрацию-то. Я так не приняла по факту. Понимаете, в чем дело? И 3 недели не смотрели. У меня срок до 3-го августа. Понимаете, в чем дело? Ваша регистрация. Так вы же в отпуск уходите. Так мы что? Ну, вы не знали, что в отпуск пойдете. Почему я знала, что пойду в отпуск? И не рассматривали. Ну, почему я ваши документы начала рассматривать? Понимаете, в чем дело? Да, когда? Вчера начали смотреть документы, сегодня уходите в отпуск. И что у нас получается? Ваши документы предадут ему специалисту. То есть, подождите. А если мы устраним нарушение, напишем заявление, вы сегодня успеете сделать? Сегодня нет. А почему тогда вы вчера начали рассматривать? Так, потому что я с сегодняшнего дня вхожу в отпуск. Вернее, с понедельника меня не будет. Потому что если вы уходите в отпуск, начали вчера рассматривать. Смотрите, если бы вы вчера... Ну, я же не могу уйти в отпуск, чтобы ваши документы оставить вот так вот, без рассмотрения. Понимаете сами, в чем дело? Они у вас три недели лежали. Я вот у вас и спрашиваю. Вот вчера вы начали рассматривать документы. В них все в порядке, допустим. Есть заявление, есть все остальное. Они бы были рассмотрены, регистрация была бы восстановлена, продолжена точнее. Вот вчера вы начали их рассматривать, сегодня вы уходите в отпуск. Я вам вчера специально позвонила, чтобы вы пришли, написали заявление, чтобы ускорить процедуру регистрации. За вчерашний день вы бы успели? Так мы ускорим сегодня-то? Вот мы сейчас заявление на следующем сделаем? Сегодня заявление напишите, и на следующей неделе ваши документы будут рассмотрены. Я спрашиваю, вот вчера, если бы... В 20 дней прошло уже. 20 дней. После, как напишите заявление, 20 дней. Пожалуйста, ответьте просто. Вот вчера вы начали рассматривать. Все документы в порядке. Сегодня мы бы получили регистрацию? Не получили, потому что мы принимаем решение, документы отправляем в налоговую. Налоговая в течение 7 рабочих дней принимает решение, вернее звоночек, среди на госреестр. После того, как документы к нам приходят, мы приглашаем вас за документами. Ну, все понятно, смотри. В любом случае, если они даже в понедельник посылаются, или в налоговую. Налоговая присылается после 4 июля, только 11. Раньше 12 июля они не выдадут физически. То есть все понятно на самом деле здесь. Абсолютно. Вы специально, получается, допустим? Вы абсолютно, специально нам это абсолютно очевидно. Наша заинтересованность в этом заинтересованности нет, вы сами понимаете. Есть ваше безделье конкретное, трехнедельное безделье и бездействие. Есть конкретное, мы его видим. Ваше безделье. Три недели вы ничего не делали. Почему? У меня, помимо вас, у меня другая регистрация. Да вы тянули время, это же абсолютно очевидно. Вы даже нам сейчас всю схему рассказали, как это делается. Семь дней в налоговую и все прочее. Нам все понятно. Документы мы раньше 12 июля не получили. Так мы и говорим, что вы по законодательству просто тянули время. Я не тянула. Воспользоваясь законом, вы тянули. Вы конкретно, Марина Александровна, вы конкретно тянули время? Я тянула. Сейчас вы нам конкретно рассказали всю схему, как вы каким образом затянете нам выдачу документов не ранее 12 июля в связи с тем, что регистрация и подача списков на выборы только 11 июля заканчивается. Огромное вам спасибо. Вы отличный молодец и хорошо смотрите в стол, Марина Александровна. Занимайтесь этим и дальше. Если вам совесть, позволяет это делать. До свидания. Продолжение следует...